Фридом. Свобода быть собой и читать то, что нравится. Глава первая. Адриана. Как только они официально объявили, я стала собирать в свой дневник все картинки, с помощью которых можно было воссоздать желанный свадебный образ и не упустить ни одной детали. Я всю жизнь мечтала о большой любви, красивой церемонии венчания, счастливой семье. Но как дочь Капа Каморре знала, однажды наступит день, когда я стану женой того, кого для меня выберет отец. В традиционных семьях договорные браки все еще оставались обычаем, и, в отличие от многих девушек нашего круга, мне повезло. Подходящий, по мнению отца, партией мог стать только идеальный итальянский мужчина, который по счастливому стечению обстоятельств покорил мое сердце с первого дня нашего знакомства. Высокий, галантный, честный и мужественный человек, которого уважали высокопоставленные члены Каморры и его солдаты, а противники боялись. Я была наслышана о многих ужасах, которые Данте, будучи одним из лучших людей папы, вытворял с предателями или врагами по его приказу. И знала, что однажды он станет следующим канцельери, как его отец Марио Кастелана, правая рука Капа Каморры. Наш брак с Данте был неизбежен с самого моего рождения, а после того, как он спас отца от смерти, прикрыв собой во время нападения мексиканцев на приеме в честь дня рождения моей матери, Данте получил еще один балл в свою пользу. Проявленное хладнокровие, граничащее с безрассудством, снискали 18-летнему парню славу смельчака. Именно таким должен быть будущий канцельери и единственный зять самого Капа. Я знала Данте с самого детства. Практически каждый день он бывал у нас. Изредка мы вместе играли. Из всей компании Данте был старшим и самым серьезным, поэтому наши игры, будь то прятки или догонялки, мало его интересовали. Однако иногда нам удавалось его уговорить, и тогда серьезный, чопорный, всегда сосредоточенный парень становился ребенком, каким и был в свои 13. Сейчас мало что изменилось. В 23 года эти черты в нем только укоренились. В нем также остались живы жестокость и отсутствие сострадания, но не по отношению ко мне. У Данте два лица. Со мной в нем просыпался заботливый жених, который лелеет свою невесту, целует ее руки и боится сломать, словно хрупкую куклу. Его желали заполучить многие девушки, но темный принц, как его прозвали, выбрал в жены меня. Если того требовали обстоятельства, Данте мог быть безжалостным, но так или иначе он оставался лучшим кандидатом в мужья, о котором можно было только мечтать. Его внимание и любовь, которыми он одаривал меня, всегда становились поводом для завистливых разговоров, потому что в кругу итальянской мафии таких мужчин можно было сосчитать по пальцам одной руки. Их жестокость по отношению к женщинам, жена это или дочь, никого не удивляла. Мы воспринимаемся как сосуд, который для получения потомства в нужный момент можно заполнить или использовать в качестве некой разрядки после трудного дня. Женщина не может иметь права голоса, не может иметь своего мнения. Она должна подчиняться своему мужу и боготворить его. Так до сих пор считали многие мужчины, которые не просто не уважали своих жен, но изменяли им и даже били. Но ни мой отец, ни Данте не принадлежали к их числу. Мои родители были образцовой парой, в которой партнеры любят и уважают друг друга. Мама приехала в Чикаго из маленькой Армении по программе студенческого обмена. Она встретила отца, когда пришла на собеседование в один из наших ресторанов. Всего через четыре месяца папа сделал ей предложение. Для бабушки Амары и дедушки Лазара это стало настоящей катастрофой, ведь невестой их сына, наследника и будущего капа, должна была стать девушка из традиционной итальянской семьи. Однако отец поставил ультиматум, пригрозив отказаться от семьи и уготованного будущего. Конечно, Лазара не мог пойти на такой риск, ведь после ухода на пенсию кто-то должен был занять его место, и он не собирался отдавать созданную империю в чужие руки. Потеря единственного наследника означала бы крах для Каморры. Это стало бы поводом для разговоров, люди судачили бы о том, что Лазара Моретти потерял власть и могущество, а значит и позицию лидера. Безусловно, он не мог допустить этого. В конечном счете родители поженились, и спустя два года у нового капа Каморры и его жены родилась дочь. В их отношениях с дедушкой и бабушкой по сей день чувствовалось напряжение. Они так и не смогли принять свою невестку, хотя и свыклись с мыслью, что мама стала единственной любовью их сына. Да и имея двух прекрасных внуков, выбора у них не оставалось. Я нанесла на губы помаду и взялась за фату, чтобы в очередной раз ее поправить, когда в дверь постучали. «Входите!» — крикнула я. За открывшейся дверью показалась мама, а за ней и отец. Они такие красивые. На папе белоснежная рубашка и серый костюм. Это было редкостью в его сплошь черном гардеробе. Мама выбрала изумрудное платье, доходящее до пола. Оно прекрасно сочеталось с ее темными волосами и серыми глазами. Статная осанка придавала ее виду уверенности, а ее красота могла вскружить голову каждому, кто на нее взглянул бы. От мамы мне достались лишь длинные густые волосы, но в остальном я полностью папина дочка. Характер и внешность я унаследовала от него. Глаза цвета болота, меняющие свой оттенок в зависимости от погоды и моего эмоционального состояния. Смуглая кожа, прямой нос, длинные ресницы и пухлые губы. Мама встала поблизости и приобняла меня за плечи. В зеркале наши взгляды пересеклись, и я увидела в ее глазах слезы, которые были готовы вот-вот пролиться. Чтобы немного ее успокоить, я повернулась и поспешила взять ее за руки. Папа встал позади нее. «Ты такая красивая, им каянки», — сказала мама, поглаживая меня по щеке. «Моя жизнь. Армянский». «Ну же, мамочка, перестань, макияж испортится, а раз вы здесь, нам уже пора». Я посмотрела на нее, а потом перевела взгляд на папу, который обнял ее, слегка притянув к себе. «Наша дочь права, Марине. Конечно, Данте будет ждать, сколько потребуется, но не будем заставлять жениха нервничать. Ему и без того предстоит всю оставшуюся жизнь держать ухо востро, раз рука и сердце моей единственной дочери достаются ему», — пошутил папа. «Ты неисправим, Матео». Мама нежно погладила отца по руке, обвивающей ее талию. «Родители всегда были для меня примером. Их отношения друг к другу, верность и уважение восхищали. Эта идеальная пара любого заставила бы поверить в любовь. Дай нам минуту, милый, мы скоро выйдем». Мама повернулась к отцу, который с восхищением смотрел на нее и поцеловала его в щеку. Он кивнул и вышел из комнаты, оставив нас одних. Мама подвела меня к кровати и усадила напротив себя. Ладонь, как всегда теплая и мягкая, накрыла мою и в свойственной ей манере начала поглаживать. Она всегда так делала, когда готовилась к серьезному разговору. «Боже, она хочет поговорить, а...» «Нет, я не буду говорить о вещах, которые мамы обсуждают с дочками накануне их первой брачной ночи». У нас обеих вырвался смешок. Конечно, мама знала, о чем я думаю, и скрывать от нее что-либо было бесполезно. Она улыбнулась своей самой очаровательной улыбкой, которая никогда не оставляла равнодушным. Ее доброта и искренность привлекали и располагали людей к себе. Именно эти качества и помогли однажды девятнадцатилетней студентке стать настоящей женой Капа. «Мы с папой всегда, всегда делали все возможное, чтобы ты не была ни в чем ограничена и не чувствовала себя запертой в золотой клетке. Ты никогда не подводила нас, и мы безмерно гордимся тобой. Поэтому я знаю, что ты станешь прекрасной женой для своего мужа, Им Киан Ки». Теплая ладонь аккуратно прикоснулась к моему лицу. «Теперь ты создаешь семью, свой очаг. Однако никогда не забывай, что ты свободна. Свободна делать свой выбор, даже будучи замужем. Мы не сомневаемся в Данте, да и он будет глупцом, если даст повод для сомнений. Но никогда не забывай, что у тебя есть родители, прекрасный брат, семья, которая всегда о тебе позаботится. В конце концов, ты дочь самого могущественного человека в Чикаго. Не давай жизни шанс повернуться к тебе спиной. А если это всё-таки случится, помни, у тебя есть место, где тебя всегда ждут». Я сделала глубокий вдох, чтобы сдержать вырывающиеся наружу слёзы. И, собравшись, постаралась убедить маму, что её переживания напрасны. «Данте, как и папа, отличается от остальных мужчин Каморы, мамочка. Вам не стоит волноваться по этому поводу. Данте никогда не причинит мне вреда. Я уверена, что буду с ним счастлива». У меня действительно не возникало на этот счёт сомнений. Данте никогда не относился плохо ко мне или к другим женщинам из нашего окружения. В таких людях, как он, просто не могло быть ничего плохого. Доказательством служили его отношения с младшей сестрой, Беатрисой, которой он полностью заменил семью. В свои вторые роды их мать умерла, а отец, не пережив утрату и обвинив дочь в трагедии, отказался от девочки. «Данте любит меня, мамочка». Мама заключила меня в крепкие объятия. Её запах, сочетание «Шанель номер пять» и корицы, был моим любимым. Я закрыла глаза, стараясь удержать слёзы и впитывая её запах, будто запоминая его. «Ох, милая, я очень надеюсь, что ты будешь самой счастливой». В дверь снова постучали, и мы неохотно оторвались друг от друга. Мама смахнула слезу, пытаясь не задеть накрашенные ресницы, и принялась поправлять мою фату. Следом она подала мне руку, помогая встать. «Мы ждём тебя снаружи», — сказала мама и вышла из комнаты, оставив меня наедине со своими мыслями. Конечно, родители волнуются за меня, но я была уверена, Данте сделает меня счастливой, как и я его. Мы оба знали, что этот день однажды наступит, и были к этому готовы. Он заботился обо мне, всегда был вежлив и учтив, ни разу не проявил себя дурно, несмотря на тёмную сторону его жизни. Этого должно быть достаточно, чтобы создать семью не хуже, чем у мамы с папой. С этой мыслью и улыбкой на лице я подкрашивала губы алой помадой и поправляла свадебное платье. Оно выглядело скромно, но изысканно. Белый атлас идеально лёг по фигуре, бесконечный шлейф водопадом струился по полу. Длинные рукава переливались блеском жемчужных пуговиц. Спереди платье было закрытым, но по спине, спускаясь чуть ниже лопаток, рисовался вырез, придавая классическому и скромному образу нотку дерзости и сексуальности. В последний раз, проверив длинную фату и прическу, я сделала глубокий вдох и вышла из комнаты навстречу жениху и нашему будущему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова